Загуазкин. Расславлив или русский в 1812 год. Часть 2, глава 3. Отрывок. 200 лет царство русское отдыхало от прежних своих бедствий. 200 лет русский поселянин не менял сахи своей на оружие. Россия под самодержавным правлением потомков Великого Петра возрастала в силе и могуществе. Южный ветер лелеял русских орлов на берегах Дуная. Наши волжские песни раздавались в Скандинавии. В Древней Италии на вершинах Сент-Готарда сверкали русские штыки. Но более столетия ни один вооруженный враг не смел переступить за границу нашего Отечества. И вдруг раздался гром оружия на западе России. И прежде чем слух осемь долетел до отдаленных ее областей, Древний Смоленск был уже во власти Наполеона. Случалось ли вам, простувшись в полночь, Недоверчиво прислушиваться глухим раскатам отдаленного грома, И, видя над собой светлое небо, усыпанное звездами, Засыпать с утешительной мыслью, Что это не гроза, а воет ветер в соседней Дубраве? Точно то же было с большей частью русских. «Французы в России! Нет, это невозможно, это пустые слухи!» Говорили жители низовых городов. И на минуту, встревоженные этим грозным известием, Возвращались спокойно к своим обыкновенным занятиям. Но слова того, кто один мог возбудить ото сна дремлющую Россию, Прошли от берегов Вислы во все края обширной его империи. «Так, французы в России! Я не положу оружие!» — сказал он. «Да коли ни единого неприятеля не останется в царстве моем!» И миллионный уст повторили слова царя русского. Он возвал к великому своему народу. «Да встретит враг!» — вещал Александр. «В каждом дворянине — пожарского!» «В каждом духовом — полицыно!» «В каждом гражданине — минино!» И русские бросились к оружию. Воскликнул весь народ. «Война!» И потомки бесстрашных славян, Как на брачное веселье, Бросились на этот кровавый пир. О, как велик! Как благороден был этот кровавый пир всей Европы! В каком величественном объеме повторилось то, Что два века тому назад Извлекало слезы умиления и восторга Из глаз всех жителей Нижегородских! Немалочисленный враг был в сердце России. Ни граждане одного города Поклялись умереть за свободу своей родины. Нет! Первый полководец нашего времени, Влеча за собой силы почти всей Европы, Шел по собственным словам его Раздавить Россию! Но более двух сотен лет назад Россия, раздираемая между усобием, Безмолвно преклоняла Сиротствующую главу Под ерем иноплеменных. А теперь Бесчисленные голоса Отозвались на мощный голос Помазанника Божия. Все желания, все помышления Слились с его волею. Русские восстали, И приговор Всевышнего Свершился над всей главой. Обремененный лаврами И проклятиями Вселенной, Могучий, непобедимый, Он вступил на землю русскую. И уже могила его Была назначена на уединенной скале Безбрежного океана.